приветствую вас на канале центр связь здравствуйте уважаемые подписчики сегодня мы пришли заменить оборудование заменить роутер 4 категории на роутер 6 категории вот там павел иванович сейчас лазит сейчас потом попозже покажем его и заодно на дистанции в 22 километра мы с вами проверим еще раз и окончательно убедимся кто такой вариус швариус шмариус 28 децибел сравним его с 27 децибельной антенной вот абсолютно новая антенна абсолютно новая антенна сравнивать мы будем на 10 метров 5 дфб дабы чтобы всем было все понятно что это 50-омные провода провода мы сейчас покажем потому что крайний раз данный специалист не смог понять что это действительно 50-омные кабеля покажем поближе их не знаю вот маркировка не знаю вам видно наверное не будет но в общем вот он с машка 50-омный кабель ну потом поближе покажем где-нибудь маркировку вот все это дело мы будем сравнивать с 50 на 50-омных кабелях с 27 параболиком нового образца не широкополосным дабы антенны были в равных условиях то есть 1700 2 700 сравнивать будем на lte и возможно на 200 посмотрим давайте посмотрим где это будет и как это будет вот значит у нас сейчас мы пока демонтируем уже один из образцов там кат 4 стоит направление у нас будет вот в ту сторону вот там присутствуют деревья сейчас павел иванович разберет мы поможем демонтировать эту антенну ну и потом значит соберем усиленную мачту мачта усиленной от неусиленной отличается разница в 5 миллиметров то есть начало вверх либо будет 30-ка либо будет 25 вот значит антенна давайте покажем что кабель 50 умный ну потому что есть конченый который не понимает как это выглядит конченые люди кабель picasel 5d fb вот он вот он 2 по 10 вот давайте еще один кусочек вот возьмем вот какой-нибудь вот смотрите вот здесь пика сел написано тоже это же 5д фб все вопросы с этим сняли сетка 27 сейчас мерить будем на анализаторы спектра сигнал hunter и на модеме 6 категории и по 06 на эсма оператор будет черный теле 2 антенни ровно год одним кадром ты не вот не волнусь и болты еще не тронута на болты выражать одним кадром очень плохо не ну стараемся снимать и рожжем эсма пружина поворачивать антенна собрана правильно на 1800 не выключай все нормально я послушаю весь это разбирай пока вода обязательно посмотрим сейчас покажем какую плату бон ставить так что у нас плату мы будем устанавливать вот такую сюда значит но это чисто модернизация сейчас происходит здесь будет стоять теперь у нас и по 06 вот такой вот на пиктейлах пиктейла естественно закреплены как павел сперма клей сперма клей сперма клей сперма клей все платы которые конкретно продаем мы мы их проверяем в отличие от других продавцов то есть мы может быть у нас и не стоит дороже но мы проводим диагностику данного оборудования которое мы продаем дабы избавиться от гарантии лишних отрываем давайте скрыл работает еще чувствовать что да он зелененьким смотрите там есть влаговпитыватель и здесь нету воды а переверните крышку крышку крышка крышка нету капель воды нету конденсата ничего нет довольно сухо так что не прикручено все сделано качественно модем тепленький все сейчас мы демонтируем эту плату с пиктейлами установим современную и подкинем все обратно и должно работать градусники там есть поможем еще до града маленькая градусников не было надо сплажить сегодня один будет туда и тогда подымем скорость у нас всегда есть один запасной советский ну здесь в общем то вот он вариус радиста так скажем йота систем нет нет не йота систем йота короче йота систем другая контора вроде получше это другое традициям не изменяем работаем на дровах правда тут сейчас пока отклонилась но как регулируется дыдь коленкой она регулируется антенна а теперь по уровню но нормально каждый эксперимент пойдет второе сейчас что-нибудь подкинем чтобы стояла ровненько или хомутом подтянем ну чтобы это угол короче и менялся хотя в принципе так не меняется ну вот она будет наверное название интересное значит смотрите как происходит регулировка этого жесткого говна отечественного тоже отечественное то есть если у вас слишком сильно разогнулась а вы можете согнуть вот если вам надо разогнуть если вот гайка не вылезает то есть зачем гайку скручивать можно вместе с гайкой вот так вот сделать это быстро съемное крепление где то есть вот ты понимаешь да вот быстро съемное крепление как как человек издевается над людьми продавая вот это ну короче вот тут просто ну а толку мы поставим второе крепление чтобы совсем паукан не рвался от того что мы вот и держать буду криво все будет до выключать короче устали мы чтобы пукан совсем у него не порвался ну покажи что на во первых по уровню стоит больно руку руки даже не отвалится кушная завалится вращай то есть вот смотрите все стоит по уровню сугубо руками можно поставить стой 3 она затянута но вы понимаете вот какое не вратительное качество а по-другому не затянуть шедевр ложи ладно сейчас будем подымать они стой подыми подыми значит положи пока сейчас все так да смотрите мы же мы же не радист как сделать так что антенна не будет работать а мы можем . почему не заработал параболик ну есть шанс того что он скорее всего выкрутил разъем один чем бы хуже проложить еще он до конца не за то есть смотрите вот вот мы затянули видно по усилию руки затянули здесь все затянуто это бесполезно но все равно ты будешь один кадр останавливать скажешь сняли а почему не у параболик был хуже на разъем 1 открутил а если а мы потом это покажем давайте чё ставим туда чуду на чудо конечно бери жопу было верит она ноги установили антенну радиста вот она стоит нормальная значит здесь живут только либо такие антенны либо вот нового образца живут сами видите теперь пойдем смотреть что она принимает 2 будет на тесте 27 это модернизированный а не надо пашка у него просто давайте скажем что хватает а там то она стоит все по уровню все четко отойди как новая мачта встадо деньги здесь значит крепление не надо нас по уровню стоит все стоит ровно так держите павел иванович держи держи уровень поставь держи никто же не поверит не будем растягивать видео потому что унижение все таки доминирование крокс в любом случае будет доминировать проплатили конечно он же в прошлый раз ты не докрутил и мы это покажем ну конечно как обосрать я просто не знал а он же просто не знал почему так бывает ну пока включаем анализиатор спектра видите так ты вот видишь как она отсвечивает вот так вот и вот так вот да вот так вот нет а пальцы так все понятно короче с тобой нахуй да хоть и сделать пальцы так давайте смотреть и хожу чистота предустановка 1800 вот мы видим теле 2 примерно на час сюда и должна смотреть у нас так для того чтобы более качественно было я думаю что нам надо опорный уровень изменить на 50 будет покрасивше это видать просто вот значит что мы здесь видим теле 2 вот у нас интересует давайте смотреть так ушли от вышки дистанция 22 километра ушли от вышки наводимся максимальный сигнал ну вот по анализатор спектра так ну как то так так давайте посмотрим по 3g что нам выдаст по 3g проще наверно наводится теле 2 у нас вот это вот попробуем по ориентироваться по теле 2 по анализатору 3g совсем худо и максимальный вариант наверное где-то вот так вот сейчас значит возвращаемся на предустановки на 4g ну вот да вот она максимальный вариант так сейчас отворачиваем значит один выход и посмотрим второй что нам покажет из них соответственно какой-то и будет у нас 1 несущий 2 выход 2 выход хуже оказался ну ладно что есть то есть так сейчас это дело давайте павел начнем сюда снимайте весь процесс нож обосрут так вот это плохой сигнал он у него похуже поэтому мы его прикручиваем в без двиг в див да ну мы же не радисты затягивай нет иной блогер да так чё подкидываем подключаем второй разъем сухой да даже если и мог конечно варёсу это не поможет так подкидываем так кусается все сейчас роутер загрузится так одной рукой держу камеру одна рука вот сигаретой это сказали что я уже антенну крушу пока снимаю да ты пока снимай ну так что вообще думаете какие результаты то будут ну как тебе сказать не ясно то есть разоблачение будет надо не делать а как нам делать надо предложить данному разработчику прислать антенну чтобы мы еще одну разобрал новую модель как как говорили с хорошим креплением не какую-то старую кем-то перекрученную залито непонятно чем я расскажу что антенны не то естественно что я разобрал сломал а потом пытаешься что-то кому-то доказать мы же понимаем когда работает как что мы должны доказывать если оператор ненами нет и снимать так так все роутер загрузился есть за ебали они кусаться здесь должна же как-то работе нет она как-то она будет работать однозначно рус как-то она будет работать с лесообразности установки данного оборудования в этом месте давайте смотреть что у нас здесь имеется по так сейчас мы так наведение антенны я думаю что надо просто развернуть ее наверное заодно мы сейчас посмотрим во первых если здесь агрегация есть агрегацию видал так не видно да сейчас мы туда снимать ближе сейчас я этот вот так то сделаю получше будет не видно да было ничего там еще страшно или чуть не надо так давайте смотреть что мы имеем по уровню сигнала с антенны вариус 28 децибел во первых давайте пройдемся что это у нас это у нас и по 06 2 несущие видит так у данным дистанция 22 километра для тех кто плохо видел мы уже знаем мы были в этом месте мы знаем так и сейчас попробуем ее подрегулировать по непосредственно уже по модему ну что он сказать прошлый раз мы тестировали антенну на в дистанции 5-7 километров там где действительно наверное слишком легко это было не слишком было понятно насколько она плохая в реальных условиях так ну вот видим 0 0 децибел сугубо чуть повернем антенну сторону особо разницы нет причем даже интернет отключен по какой-то вон чё она получается rsrp минус 122 и соответственно не происходит коннекта может пошевелить ее чуть-чуть пошевели что ты и сколько ушели то есть роутер у нас исправен роутер работает все работает сейчас коннект появился смотрите но на таком уровне минус 122 это я даже думаю что надо думать вы покажите спид теста наверно особо мерить смысла нету ну давайте если сейчас груза анется то мы посмотрим следующее на тесте у нас будет 27 параболик но опять же здесь 22 километра 10 метров 5 dfb плохой кабель опять dfb теряет 3 децибел этом соединений здесь и не соединение нету соединение нету то есть он сервер найти не может но видишь вот опять отключено опять сорвался короче то есть ну давайте мы сейчас для удобства перезапустим модем перезагрузим именно модуль модем так модем перезагружен вот сети нету что там у нас конфигурации но в конфигурацию нас стоит здесь так в 3g зачем-то свалилась так нас интересует 4g так из всего этого зоопарка мы сейчас оставим здесь только 1800 а может быть из-за этого он коннект не делал ничего страшного поправьте заставьте работать но все равно такой раз руку это конечно ужас любой результат это результат может даже быть и положительный так но она смотрим что получилось а так из диапазонов у нас здесь опять что-то не сохранилось хорошо модем не ребятнулся так только 4g пускай будет так сохранится да а чем отличается наши тесты мы снимаем в реальном времени одним кадром не показано что мы здесь открутили разъем а он он не умеет да у него флешка маленькая это мы не умеем мы не обманываем ну ладно выбрали 4g в принципе я бы наверное все таки уберу все диапазоны лишнее еще раз применить сохранить что точно никуда ничего не бегала у нас и давай но я думаю это все не поможет да вот один диапазон остался знаешь надо будет снимать ее грамотно надо будет камера на штатив снять ее показать что кирашу не закручены сверху то зачем прибор уже показывал что они сигнал одинаковый ст 1 не закручешь сигналом на 3 спектра не было бы ну ты же не всем же это будешь объяснять это проще показать нельзя объяснить адептам которые верят в бога что бога не существует это бесполезно как бог не существует вот есть человек который верит что 50 том это панацея а другой не работает это как вот как вот этот божественный человеку но лоб расшибет акула же но не задумается как уважаемый он себе вопрос расшибет но не поймет в чем разница пригласил гость зачем гость так ну чё смотрим значит о что даже сигнал появился какой-то видите может не так все плохо но хотя и с другой стороны смотрите вот чё спид теста connect есть вроде синер видите какой минус 114 давайте сейчас попробуем еще подрегулировать антенку но я ее кручу то есть вот сейчас я отвернул в сторону относительно чуть-чуть вот сигнал упал такое ощущение что это антенны довольно очень большой угол приема не соответствует конкретно 20 децибелом 28 потому что слишком уж это угол приема огромный а сейчас покажу то есть вот что у нас из лучше всего было минус 114 сейчас вроде 7 децибел этом короче просто вот это финиш но нет там 28 децибел на смотрит вообще смотрит у нас так ну давайте я не знаю как показать вот смотрите вот у нас параметры укладного смотрит смотрит он смотрит я буду вращать в обратную сторону здесь у нас как вот был минус 116 сейчас я поставлю на 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 базовую станцию и примерно вот там вот у нас стоит сейчас антенна смотрит ровно вот как раз мы получили минус 114 прс рп смотрим вот антенна одним кадром снимаем вот он туда смотрит сейчас я ее отверну еще в сторону давайте вот так вот смотрите уровень сигнала ну сейчас сильно упал рс рп сейчас пока вот смотрите антенна отвернувши ну то есть видите угол угол час приема мы сделали 30 градусов она у него практически принимает и причем практически по барабану сигнал практически ровный ну ладно вот у нас базовой станции вот здесь да это все долго ну модем плюс реагирует какое-то время то сейчас и и выстрел в ровное положение это вот по идее самый оптимальный уровень сигнала был у нас здесь сейчас почему-то не отдупляется ну в принципе даже овощи в минус пошел ужас какой-то хотя антенна вот как стояла вот она так и стоит так смотрит никто и не трогает хотя до этого был минус 114 ну минус 124 ну что ты там хочешь тут нам померяешь да это очень тяжелые условия здесь лесополоса здесь небольшая низинка здесь 22 километра до базовой станции при этом здесь два пдфб кабеля вот ну смотри вот если ты некий блогер опять решит убедиться что здесь не 5дфб да вот он видишь спид тест практически не проходит не знаю что до мерить не до мерить по ходу не мерит минус 117 ну в общем вот здесь видно что принципе на грани срыва все это дело работает что там скорость пошла мериться нет ну я могу сделать только выводы что эта антенна в принципе не работает видите срыв сигнала идет но теперь мы посмотрим сможет ли здесь выиграть крокс давайте еще раз покажем вот эта антенна ну павел что скажет говно да нет слов ром блин такие деньги не жалко 9000 что те же стоял так по дому и иди за все то же самое да ну покажешь провода зад и держи пойдет варе ус потому что так еще подымем и проверим ложку стоит параболик вот он выставлен смотрите какие уровни сигнала выдает теперь нам одна из выходов параболика сейчас мы его покрутим уху нет сигнала об сейчас найдем максимальный вариант сигнала наилучший слишком это подкинь посуда но на немножко свободника болтается то есть вот мы видим уровня сигнала может закроется повыше теперь второй выход пас подкинем посмотрим ученым второй выход покажет вы выход тоже чет показывает в принципе тоже неплохо вот мы вращаем ее так как максимальный сигнал сейчас подкрыть посмотрим что по 3g выдает так это наоборот вот смотрите какие уже уровни сигнала о среди насколько сигнал 3g в этом направлении лучше насчет там подтянув болты ключ возьми и болта не хватает ну да да эти мачту пишешь чего не так ну ладно турни в землю задач трубу сможешь вдавить отставить не отдавай все он даже чуть трубу опустил павел шапа жестче вращалась вот смотрите вот мы выставили 3g на максимуме да я думаю что и вот и я будет также нормально вот направление антенна то мы тоже примерно так крутили но толку с этого не было так сейчас посмотрим что у нас по 3g лучше выдает этот выход или тот так первый выход по 3g лучше был поэтому это у нас будет соответственно 2 антенны на роутере видно будет он и этот так сейчас посмотрим что у нас теперь будет с уровнем сигнала непосредственно на модеме так для более быстрого надо нам просто ребутнуть модуль сюда нажмем и посмотрим что мы будем иметь уже там мы видели минус 114 минус 118 минус 120 но по сути толком это и не заработала в принципе так смотрим на ведение антенны еще пока молчит еще наверно не зарегистрировался да еще сеть не зарегистрировалась думает не факт может и не будет работать управление прямо ждем вот увидал уже две несущие пока опускал вроде бы на счетом с регистрации то у нас по смотрите какой уровень сигнала и мы выставили ее по 3g мы видим минус 108 и синер 9 10 а это сколько блять разница минус да если возьмешь даже самый лучший вариант это минус 114 и минус 8 это блин ну сами смотрите вот результат да мы показывали как она смотрела какие были уровни сигнала наверх так вот она тест вот смотрите а здесь даже вот пошло работать и кто сказал что вариус работает на расстоянии в 22 километра может это антенна для другого это антенна для объеба населения азина азина 3 топора вот он результаты в общем кто не верит вперед за антеннами просто обратный канал что-то здесь тоже не очень хочу с обратным каналом ты блять реклама на этом пошла смотри на мобильной версии теперь не было же рекламы никогда ребята смотрите чё пошло продавал а или было рекламу 4 не помню но то обратный канал слабенький но здесь все антенну устанавливается именно сим инжектором то есть на 3 децибела выше потому что кабель мы не опускаем здесь ни в одном месте так ну результат так давайте теперь попробуем подрегулировать непосредственно антенну ну не факт что это будет лучше лучше что-то походу о смотрите о нифига скачок 13 децибел погода портится до походов о 14 скоростя показывает какие скоростя ебты шутишь что ли скоростя но ведь скачки происходят но во-первых там деревья шатаются вот направление особо мы не сильно изменили его то не тут и 14 вроде даже было ну в общем в любом случае 3 децибела если роутер поднять наверх результат будет лучше так давайте сделаем на рейтинге тест какой-то сервер блять неадекватный наверно в дистанции в 22 километра ты жопа это лучшим спутник сейчас у 14 обратный канал что у нас хорошо вас было с обратным каналом то здесь 03 это как-то грустно еще за ковреме 45 вот смотрите сигнал стал минус 120 а я антенну отвернул вот всего лишь на чуть-чуть вот угол приема у антенны с большим усилением а когда антенну крутишь и и пофигу значит усиление у нее нету никакого то есть тут буквально вот чуть-чуть вот чуть повернул и выросла скачок так ну да здесь выход только один поднимать это модем наверх и тогда это все будет работать иначе нет ну хотя бы здесь уже что-то работает смотри 22 даже 23 23 мегабит обалдеть обратный канал пляж сейчас будет 0 327 да высота все дело в кабелях то есть здесь при сложных условиях вот эти три децибел играют роль поэтому нужно модем поднимать непосредственно в бокс на антенну вот он результат сейчас поднимем посмотрим последний так ну ну в принципе вот если посмотреть то реальная скорость пол мегабита в обратном канале то есть по сути мы такой уже с вами видели был такой одно видео где показывала 001 в реальности обратный канал составлял пол мегабита вот она примерно сейчас так и есть 500 килобит по факту будем пробовать дальше значит следующее тут подъем этой антенны померяем что с нее приходит над антенна старого образца это вот вот результат и кто теперь скажет что вариус работает в плохих условиях 22 километра просто бизнес просто бизнес объеб население деньги на ветер поэтому он ездит в нормальной машине ты нажимай его да скиньтесь нам на машину не покупайте варёс подкинули антенну выбрали оптимальный вариант но также вот видите как она чуть чуть правее сюда ближе ко мне от дома как это эта антенна попроще имеет горизонтальной поляризации чуть меньше уровень сигнала ну что зеркало не такое неровное что мы видим по уровню сигнала но вот смотрите разница вроде бы 3 децибела по кабелю уровни сигнала абсолютно отличаются то есть мы видим что rssi минус 72 rsrp в минус 101 скотч до 97 и sinner более-менее по стабильнее работает поставим все это делом и посмотрим что будем иметь по скорости наблюдаем хорошую скорость уже по тридцатку 37 показывает 39 40 43 обратный канал дичь какая-то 1 мегабит два два с половиной в реальности будет больше сейчас можете как можно будет наверно включите спид тест померяйте спид тестом по wi-fi а мы посмотрим какая будет в реальности в принципе 100 телефона могу это так померяем повторно как андрюха разряжается 48 полтос на 22 мега километра довольно неплохо обратный канал будет хуже паш дай сюда аккумулятор он лежит вряд ли это связано с напряжением данными набита положи его я в реку мудрюс подставим запитаем андрея дополнительным аккумулятором сделаем третий тест и сейчас попробуем включить точку доступа посмотрим реальную скорость с вай фаем сейчас 30 мегабит сети здесь нету как видите вообще ну а три мегабита подключаем вай фай что мы сейчас делаем мы сейчас померяем реальную скорость но будем смотреть и не на спид тесте непосредственно самом модеме сейчас мы включим точку доступа на устройстве она может быть и не так смотрела на самом деле потому что по модему модем он не так реагирует как эта штука вообще модема показывать сигнал изначально немножко хуже так вот телефон увидел у нас ватсап так что нас будет интересовать нас будет интересовать исходящая скорость это вот это вот когда будем мерить спид тестом так где у нас спид тест на телефоне ну давайте МГТС померим то есть вот смотрим какая входящая и какая будет скорость у нас именно реальная 22 мегабита естественно в при замерах скорости рс рп будет меняться вот видим реальная скорость до 5 мегабит обратного канала хотя показывает 3 3 с половиной 2 и 3 твиттер с рп скотчет ну это нормально ну то есть в реальности где-то до сказка среднем до 5 мегабит спид тест показывает там 2 и 8 то есть реально больше а а есть с кем сейчас поговорить по видеосвязи так вай фай там сейчас скажу как пароль вай фай сейчас найдете он здесь один так пароль от него сейчас от 1 до 8 до ну заодно можно посмотреть сколько он потребляет трафик а вы это через этот через программу будете звонить или отсюда да хоть через что-нибудь посмотреть просто сейчас я это интересно но все равно разница есть было 0.7 сейчас 2 с чем то ну а по сравнению с тем 100 с пол мегабитами плюс кабель включился? так сейчас я попытался братану написать ну что в общем вам сказать что результат есть есть разница когда модем поднят наверх однозначно есть разница вариус скажите слово ну что то он вообще не работает ну вы сами видели что эта вещь не работает да можно даже на youtube записать как там это называется то превью или да вот вариус покажи да скажите 15 секундную заставку конечно скажем что сказать так насчет 3 1 2 3 вариус там не работает и ну смотрите в ближайшем видео будет обзор как вариус работает сравнивали его с параболиком ждите ну что все наверное ну ты давай до конца доснимай что подписывайтесь ты оставьте лайки комментируйте а что еще а все сняли уже все завели вот уже работает ну что оно здесь и работало теперь вопрос только вот а сейчас разговариваете нет да вот и другу господи по ватсапу да по ватсапу то зачем ну вот уровни сигнала то есть не сравнить да с 100 минус 114 того же самого 120 вообще ни о чем там бизнес там бабки да бабки 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 у нас что ты ездишь на саргивую как там этот бизнес то где люди не жалуются ритуальный 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 наши клиенты не жалуются вот надо вот туда было ему пойти в антенну гровы колотись без пластика давай что мы сделали для тех кто думает что высота не имеет значения это продолжение банкета пусть мы ее подняли на 70 сантиметров на 70 сантиметров направление антенны не изменено и что мы увидели 70 сантиметров уровня сигнала изменил РСРП до 98 обратный канал вырос у нас до 5 мегабит даже уже по спид-тесту видите как РССА вырос а всего-то изменилось буквально на 70 сантиметров ну вот видите скачок а там мы видели скачки до минус 106 вот что делает высота 70 сантиметров скачок текста а скачок 0 0 0 0 0